Лесники уже три дня пытаются справиться с огнем. За Багандинкой и Каскарой горят торфяники. Уже выгорело больше 10 гектаров. Подробности в сюжете Людмилы Чапурны. Невысокий огонь и дым на несколько километров. Болото близ Багандинки потихоньку выгорает. Справиться с огнем пока удается лесничим. В запасе у каждого огнеборца в специальном рюкзаке всего 15 литров воды. Этого количества хватает всего на 70-80 квадратных метров, чтобы не бежать до машины и не тратить время, воду берут прямо из ближайшей лужи. Хотя это делать нежелательно. Потому что забиваются клапаны, сам насос забивается. Нежелательно, но если пожар, смотря какой пожар, если приходится и всякой водой, бывает самое главное, чтобы потушить. А здесь дым без огня. Это горят торфяники вот уже третий день подряд. Площадь небольшая, всего 2 гектара. Но потушить такой пожар куда сложнее. В первую очередь лесники делают подкоп, снимают выгоревший первый слой. Ведь иначе не потушить. Начинается как уголь, оболоска углевая, стенка. И водой никак не пробить. Чтобы пробить, надо сразу убрать оболоску. А потом заливать. А дальше проливают, пока зола почва и уголь не станут единой кашицей. Ведь торф может гореть и без доступа кислорода, даже на большой глубине. Поэтому просто намочить верхний слой недостаточно. Надо буквально наводнить почву. Они такое свойство и тепло отдают. И она тут же вот мы сейчас льем, и она следом просушивает и горит опять же. Поэтому на один квадратный метр торфяника необходимо вылить один кубический метр воды. Иначе не помогает. Но этот торчак без багандинки не единственный в Тюменском районе. Сейчас торфяники горят еще в пяти местах. И это только кажется, что сгорает лишь трава. В такой природной печке погибают и деревья. Если его не остановить, вот этот лес через недельку, весь упал бы. Вот в этом время сначала, пожалуй, он бы упал уже весь. Полностью сгорает корень. А что если дерево стоит, стоит, корня нет, она упала. Сейчас у лесников одна надежда на проливные дожди, чтобы они окончательно потушили те очаги, где уже поработали люди. Правда, лесники вернутся сюда еще раз, чтобы убедиться, очаг потушен. Ведь если упустить даже маленькую тлеющую кочку, то этот же торфяник загорится вновь. Людмилл Чапурных, Андрей Захаров, Сибанфромбюро.